Сейчас в избирательной кампании, говоря спортивным языком, отборочный тур претенденты борются за выход в финал, готовят программы, встречаются со сторонниками. Совсем скоро будет дан официальный старт предвыборной гонки и многие эксперты отмечают, что в этом году кампания отличается высоким уровнем конкуренции. Его уже сравнили с конкурсом в самые престижные вузы. Даже интернет-блогеры говорят, что все труднее делать публикации, обычно выстроенные на разоблачение так называемых грязных технологий и запрещенных приемах. Нам, конечно, предстоит очень интересная избирательная кампания. Во многом она связана именно с тем, о чем вы уже сказали. Это резкое повышение конкурентности, это резкое повышение открытости и это провозглашенный курс на честные избирательные кампании, на исключение всевозможных черных технологий. Пока в штаб общественного наблюдения, о котором вы уже сказали, не было ни одной жалобы. То есть борьба есть, там конкуренты, конечно, довольны друг другом, но вот что-то предъявить такое, чтобы требовало общественного осуждения, рассмотрения, пока такого нет. Я думаю, где-то в Госдуму вполне возможно, что и по 7-8 может остаться, примерно так же и в Госсовет. Но будем откровенны, борьба по Госсовету. Я вижу, ну, 3-4 таких проблемных округа, где, возможно, острая конкуренция, где нет явных фаворитов, скажем так. Ну, в Госдуму картина несколько, так сказать, прозрачная. Ну, избиратель всегда любит, когда у него есть право выбора, когда его уважают, когда он видит, что все-таки не один человек, за которого надо проголосовать, иначе будет плохо, а достаточный спектр есть.